МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние подробности ЧП и репортаж из Курагинского района, где разрушено сразу пять дамб золотодобытчиков. Дело Шилова и Шмелева самое резонансное на этой неделе. Только после общественной огласки подозреваемых в убийстве молодого человека взяли под стражу и предъявили обвинение. Они провели месяц на свободе. Не доверяем правосудию, но требуем смертной казни. Почему на этой неделе все громче стали говорить про возвращение высшей меры наказания? Деньги, которые работают на банкиров, но не на население. Красноярцы выступают против резкого повышения платы за капитальный ремонт. Власти объясняют, теперь точно будет лучше. И мы начинаем. Красноярск всю эту неделю регулярно попадал в федеральные новости. Сначала без привлечения вся страна обсуждала дело Шилова и Шмелева. Они избили своего знакомого, сняли это на видео и выложили его в интернет. Спустя несколько недель молодой человек скончался. Все это время он находился в коме, а Шилова и Шмелева арестовали только на этой неделе. А накануне в Курагинском районе произошел прорыв дамб. В результате погибли минимум 15 человек. Спасательная операция на месте продолжается и в эти минуты. Это главная российская новость последних двух суток. Порыв 15-метровой дамбы в поселке Щетинкино произошло ночью 19 октября. Вода затопила рабочий поселок. В этот момент на участке работали 174 человека. 15 рабочих погибли. Нескольких до сих пор не могут найти. На месте работала наша съемочная группа. Анна Кузьмина недавно вернулась из поселка. Прямо сейчас она в студии. Что известно о пропавших, потому что буквально час назад появилась информация, что одного пропавшего без вести нашли, но его допрашивает полиция. Почему полиция? Да, Илья, действительно, одного из пропавших действительно нашли об этом. Несколько часов назад рассказали в МВД. Пропавшего вахтовика зовут Виталий Пахомов. С ним все хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась. В момент трагедии он не находился у дамбы. Спасатели, можно сказать, столкнулись с ним случайно. Поэтому сейчас с ним работают сотрудники полиции, чтобы выяснить все подробности. Что касается остальных пропавших, их поиски продолжаются. Кинологи уже обследовали почти 2000 квадратных метров возле реки Сейба. Также Александр Ус объявил 21 октября днем траура по погибшим. Также известно, что в офисе компании проведены обыски, а директора компании СИСИМ, начальника горного участка и горного мастера задержали. В следственном комитете сообщают, что после допросов стало известно, что дам было пять. И все построены без разрешительных документов. По версии следствия, прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке. Также выяснилось, что горный мастер, в обязанности которого входила организация проведения работ, не имеет специального образования. А начальник сообщил, что понимал опасность при постройке рабочего поселка в зоне затопления. В ближайшее время следствие выйдет в суд с просьбой ареста директора СИСИМа, начальника и горного мастера. Аня, а что сейчас происходит на месте трагедии? И что ты увидела, когда приехал туда? Потому что мало кто представляет, как вообще устроен участок по добыче золота. Ну, начну с того, что мы далеко не с первого раза нашли все-таки тот участок, где была построена дамба. Она находится в низине, не доезжая 20 километров до села Щетинкино. Когда мы все-таки доехали до места, нас встретили сразу сотрудники полиции. Они обыскали нашу машину и спросили все наши данные. Дальше к спуску стояла целая колонна спецтехники, спасатели, МЧС, полиция, а также стояла санавиация. Тела погибших уже увезли, а также прошла эвакуация. Но эвакуировались далеко не все. Большая часть осталась помогать в поисках пропавших. Первое, что мне бросилось в глаза, это грязь, в которой утопаешь местами по щиколотку. А мост и мост из бревен, который строили рабочие на месте моста, который смыло. Поселок, как я поняла, состоит из двух частей. Один находится на возвышенности, а второй в низине, который вследствие буквально раздавило волной. Дома, конечно, временные. Это ненадежные постройки из дерева, на которых висят спутниковые тарелки. Однако связи мы все равно вчера не нашли. Поэтому мы не смогли включиться и даже просто дозвониться в студию. Поэтому сейчас мы подготовили большой сюжет с места события. Ночью, 19 октября, Анвар находился на смене, в трех километрах от места нахождения дамбы. Он рассказывает, как услышал по рации крики. Разобрать их было сложно, однако мужчина сразу понял, случилась беда. Через 10 минут Анвар уже добрался до дамбы, но привычное место, где он проработал больше пяти лет, не узнал. Весь участок затопила грязная вода. Деревянные дома, где ночевали работники, в перерывах между сменами разбило в щепки. Железный вагончик отбросило на несколько метров, а электрические столбы вырвало с корнем. Дамба высотой с пятиэтажное здание располагалась в 20 километрах от села Щетинкино в Тайге, где нет связи. В момент трагедии в рабочем поселке находились 174 человека. Все приехали с разных регионов страны на заработки. Волна высотой в 5 метров той ночью снесла все на своем пути. В зоне затопления оказались больше 70 человек. 15 человек погибли, 9 пострадали, а судьба пятерых до сих пор неизвестна. В целом планируем работы поисковые в течение двух суток завершить. Все необходимые мероприятия спланированы. Жизнеобеспечение группировки, которая выполняет задачи, обеспечим. Сейчас на месте работают спасатели. В МЧС говорят, что погодные условия существенно мешают поиску пропавших. Этим занимаются кинологи. Они обследуют территорию вдоль берега. К поискам подключились и вахтовики, которые не пострадали от стихии. Вот этот мост люди построили буквально за несколько часов, чтобы машины могли проехать и помочь пострадавшим. Стоит отметить, что мост здесь до этого был, однако его смыло волной. На место трагедии приехал губернатор края Александр Уз. Он провел экстренное совещание и поручил установить виновных. Известно, что дамба принадлежит компании ООО «СИСИМ». Она входит в крупный золотодобывающий холдинг «СИП Золото». В управлении Ростехнадзора уже сообщили, что дамба не числится ни в каких документах. А значит, проверки никогда не проводились. О том, что плотину, по всей видимости, построили вне закона, говорят и в краевом правительстве. Создание такого сооружения делается обращением о получении санкций на использование водного объекта, чего сделано не было, с последующим изготовлением проекта и по проекту сооружения вот этой дамбы или, так сказать, гидротехнического сооружения, чего тоже сделано не было, в результате чего соответствующие надзорные службы не имели представления о том, что в данном месте произведены такие работы. То есть работа сделана, соответственно, кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм. Как получилось, что дамба долгие годы работала, а о ее существовании не знали надзорные органы, теперь предстоит установить следствию. Примечательно, что местные жители неоднократно жаловались на работу этой плотины. Еще летом в новости ТВК присылали видео, на котором запечатлены потоки грязной воды. Это всему виной, всему виной золото, золото добывающей компании. Посмотрите, она какая мутная, грязная. Тут никогда рыбы не будет в такой речке. Да и сами работы на дамбе часто проводились с нарушениями. Об этом говорят сами вахтовики. Рабочие в личной беседе рассказывают, что трудились сутками и очень часто приходилось забывать о технике безопасности. Порой копали прямо возле дамбы, что тоже могло спровоцировать прорыв. На камеру ни один из рабочих говорить не стал. Даже сейчас они боятся потерять работу. Сейчас многие недоумевают, как в тайге работали сотни людей. Появилась дамба, и это, оказывается, никто не контролировал. Ситуация ужасная. Погибли люди. Я, конечно, не верю в то, что никто ничего не знал. Это просто невозможно. У нас есть власть. У нас огромный государственный аппарат. У нас огромная правоохранительная система. И если кто-то чего-то не знал, ну, видимо, были очень серьезные аргументы, почему вдруг люди стали слепыми, глухими и так далее. Поэтому, вот, мое личное убеждение, что в этой трагедии виновны не только предприниматели, которые организовали эту незаконную дамбу и сделали это со всеми возможными нарушениями и невозможными, но и все те люди, которые работают на государство, но почему-то об этом забывают и не выполняют свои прямые обязанности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Генерального директора компании СИСИМ Максима Ковалькова задержали. А в офисе компании прошли обыски. Следователи считают, что такая дамба могла быть не одна. В районе могут быть и другие незаконные плотины, работу которых никто не контролирует. Также сейчас специалисты Росприроднадзора выясняют, не попала ли в воду и почву ртуть. При прорыве дамбы могла произойти ее утечка, ведь ртуть часто используют при добыче золота. Сотрудники ведомства уже взяли пробы воды. Анализ будет готов через сутки. Анна Кузьмина, Александр Тропин. Воскресные новости ТВК. Еще о происшествиях, которых, к сожалению, на этой неделе было немало. Гдовалый ребенок отравился угарным газом при пожаре на правобережье Красноярска. В эту пятницу на Красноярском рабочем загорелся жилой дом. Эвакуировать по автолестницам пришлось более 50 жильцов. Часть из них снимали с карнизов и окон. Густой дым заметили прохожие, которые вызвали спасателей. Почувствовали запах. Сначала запах начался минимальный, далее более резкий. Моя соседка выбежала вниз, в чем была, то есть это футболка. Меня эвакуировали пожарные, но по лестнице уже, по жилой лестнице. Но у нас эвакуировали седьмого этажа жителей по лестнице с окон. По данным МЧС, пожар произошел в шахте лифта. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Также по информации спасателей, продуктами горения отравился годовалый малыш. Его на скорую увезли в больницу. Причину возгорания шахты лифта выясняют специалисты. Сын бывшей судьи, главы сельсовета, стал обвиняемым в причине смерти, спустя месяц после убийства. И только после того, как этого потребовали жители. Деньги есть, потратить не могут, но хотят еще больше. Почему власти приняли решение повысить плату за капитальный ремонт с 1 января сразу на 14% и станет ли от этого лучше жителям? Это воскресные новости. Мы продолжаем. В Красноярске полиция в конце недели взяла штурмом дом единственного в крае вора в законе Костиканского. Пресс-служба главного управления МВД по краю публиковала кадры оперативной съемки. На них видно, как сотрудники СОБР с помощью приставных лестниц перебрались через забор на территорию усадьбы, позже по лестнице проникли в дом, где и задержали 54-летнего Константина Найбауэра, известного под кличкой Костя Канский. На него сейчас заведено уголовное дело по редкой для России статьи «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Эта статья в Уголовном кодексе появилась только в этом году. Если следователям удастся доказать вину задержанного, то в тюрьме он проведет до 15 лет. Костя Канский не раз становился героем криминальных хроник. В 2004-м он принимал участие в перестрелке около Дворца труда. В 2011-м криминального авторитета кто-то пытался убить. Убийца произвел в мужчину пять выстрелов, но лишь одна пуля попала ему в спину. У Канского две судимости, одна за угон, вторая за хранение наркотиков. Несколько раз его задерживали по более крупным статьям, но каждый раз он оказывался на свободе. Костю Канского в криминальном мире называли «смотрящим за Красноярском». На этой же неделе суд арестовал Шмелева и Шилова. Они избили своего знакомого до смерти и сняли это на телефон. Кто-то называет это дело «кровавым видео». Но в центре внимания оно не только потому, что выглядит видеозапись ужасающе. И даже не потому, что эти двое в крови снимают себя на фоне избитого, который в итоге скончался. Нет. Скорее всего, оно бы затерялось в сети. О нем говорит вся страна, потому что на кадрах сын бывшего судьи и председателя поселкового совета депутатов Емельяновского района Андрей Шилов. И потому что он и его друг Шмелев после этого еще месяц были на свободе. Их задержали в понедельник, поздно вечером. Интернет сейчас гудит. Почему так? Как добиться справедливости, когда у кого-то есть связи и знакомые? И как вообще можно доверять судебной и правоохранительной системе? Ответы на эти вопросы на этой неделе искала моя коллега Дарья Тарасенко. Подождите, пожалуйста, две секунды. Нечего. Расскажите, дети Андрея с вами живут? Это не ваше дело. Конечно, такую реакцию можно понять. Этот дом на окраине поселка Емельянова ищут журналисты со всей страны. Именно здесь, у своей бабушки, в последнее время и жил Андрей Шилов. Тот самый Андрей Шилов, который снял кровавое селфи. Это видео сейчас, пожалуй, самое популярное в сети. Звучит цинично, но это так. Молодой человек в крови с безумными глазами и улыбкой хвастает, что с другом Шмелевым до полусмерти избил человека. Эти кадры Шилов снял еще месяц назад, чтобы позабавиться. А тот самый избитый на заднем фоне три недели был в коме и скончался. И наверняка об этом деле мало бы кто узнал. Но тут выяснилось, что Шилов не просто деревенский парень. Его мать была судьей, сейчас адвокат. Отец – председатель местного совета депутатов. Дядя был главой района 11 лет. А еще выяснилось, что Шилов и его друг Шмелев целый месяц после драки были на свободе. Совпадение? Может быть. Но в нашей стране вряд ли, пишут в сети. Я никуда не буду бежать в правду, я никуда не буду убегать. Серьезно. Только после того, как об этой истории рассказали журналисты, Шилова и Шмелева задержали. А на следующий день суд решил отправить их под стражу на два месяца. Шилов закрывал лицо, почти не говорил, вину так и не признал. Шмелев сказал, что бил, но убивать не хотел. Раскаивается. Вы вообще что-нибудь хотели бы сказать? Или нечего? Какое-нибудь заявление? Не ничего сказать. Считайте себя винулым. Раскаиваетесь? Раскаиваетесь. Хочу просто спросить, вы осознаете, что произошло той ночью? Потому что для меня, как для человека, было бы приятнее, меня аж трясет сейчас, если честно. Для меня было бы приятнее, если бы люди, которые это сделали, сказали, да? Мы поняли, что, возможно, мы были под воздействием каких-то веществ. Мы не ведали, что творим. И мы сделали это, и мы раскаиваемся в этом. И все-таки, почему тех, кто до полусмерти избил человека, не отправили под стражу сразу после драки? Кто принимал решение? В полиции говорят, что проводят проверку. В суде уверяют, мы тут ни при чем. Это следователь не предоставил достаточно доказательств для ареста. Так на этого следователя надавили влиятельные родственники Шилова? Или это просто такое отношение к работе? Юрист Владимир Васин рассказывает, как это должно происходить в правовом государстве. Всегда, допустим, если это просто насилие, часть 1, 111, до 8 лет тяжкое, всегда обращают внимание на характеристику личности. Следователь всегда смотрит, есть ли что-либо в багаже у подозреваемого, либо иного лица. Ну, то есть, ранее судим, находится на условно-досрочном, там характеристики даже бывают очень часто. И он смотрит и принимает решение, выходить на избрание меры пресечения в суд или не выходить. А характеристики у обоих подозреваемых далеко не идеальные. Оба принимают наркотики, Шмелевы уже судили за распространение и грабеж. У Шилова тоже срок за грабеж, а еще он привлекался за мошенничество. Но дело до суда так и не дошло. В поселке, говорят, помогли родители. Вот, кстати, дом родителей Шилова в Емельяново. Не замок, но сразу понятно, что здесь живут необычные фермеры. Вокруг бущатка по периметру видеокамеры. Конечно, дверь нам так никто не открыл. На работе отца председателя Совета депутатов тоже нет в отпуске. Глава поселка, говорит, Иван Шилов до сих пор не может прийти в себя. И вряд ли он или его жена могут повлиять на следствие. Хотя и сам глава слышал, что родители вроде как уже помогали сыну уйти от наказания. Человек вообще погас, глаза вниз. Человеку вообще стыдно и больно и обидно. И, естественно, его слова были одни, что виноват, накажут. Сколько накажут, так и накажут. Ничего он, говорит, никаких мер не предпринимает, никуда он ничего и не собирается. Потому что, естественно, еще раз говорю, даже если первый раз там было, там цепочку они там сняли, это одно, а отнять жизнь у человека это совсем, ну это две большие разницы. Но для большинства из тех, кто за этой историей следит, и, конечно, для родственников и друзей убитого, разницы никакой. Люди уверены, Шилову помогут и в этот раз. Несколько десятков человек даже выходили на сход у прокуратуры и требовали снять отца Шилова с должности, а мать лишит статуса адвоката. Отвоевать справедливость, чтобы наказали обоих, пополнить программы, несмотря на их власть, чтобы их наказали. Вообще, это выгодки настоящие. Таких нужно резать на месте, прям наказывать жестко. В следственном комитете уверяют, к ним никто не приходил и ничего не просил. Да и сейчас это дело на личном контроле главы комитета страны Бастрыкина. Но кто бы что ни говорил и кто бы не контролировал, людей сейчас вряд ли можно переубедить. Вокруг слишком много примеров, которые говорят об обратном. Справедливости нет. Это и красноярская история Когана, сына главврача БСМП, который насмерть сбил двух девушек. Ему дали три года колонии поселения, в итоге он вышел по УДО через год. Это и прогремевшее на всю страну дело Цапков. Их осудили, но все видели в интернете фото с Амарами и красной икрой в тюрьме. Можно ли искоренить кумовство? Вопрос скорее риторический. Ну а мы посмотрим, чем закончится эта история. Дарья Тарасенко, Виталий Субботин. Воскресные новости ТВК. В окиной фазе находится расследование другого уголовного дела в отношении экс-министра социальной политики края Галины Пашиновой. В начале недели ее доставили на допрос во второй следственный отдел, а в четверг оперативники провели обыск в доме бывшей чиновницы. Напомню, Пашинова обвиняют в мошенничестве. Причем речь идет о хищении чужого имущества путем обмана совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По данным следствия, подчиненные Пашиновой похитили более двух миллионов рублей из бюджета края, которые выделяли на подарки ветеранам Великой Отечественной войны. Свою вину экс-министр не признает. Гражданский муж Пашинова сейчас также находится под следствием. Его поместили в СИЗО и обвиняют в попытке дать крупную взятку следователю за прекращение расследования в отношении Пашиновой. Городские власти и депутаты добивались этого больше года, и вот, наконец, это произошло. Уличные кафе на Белом мосту начали сносить. В четверг на место приехали рабочие и приступили к демонтажу временных сооружений. Это 18 построек. Мэрии отмечают, сносить строение начали своими силами. Собственная компания Кедр Трейд даже после решения суда делать этого не спешила. А сейчас обвиняют чиновников в том, что те не хотели идти на диалог. Мы даже готовы были фасад, на самом деле, здания поменять, чтобы все-таки какой-то овле города был немножко иным на набережной. Но нам на встречу никто не идет. Администрация с нами не договаривалась никаким образом. Вообще никак. Они же нам обещали просто газ перекрыть, насколько я помню. Только вчера мы получили уведомление о том, что с сегодняшнего дня тут спланируется работа по демонтажу. Все остальное, если там кто-то чего-то обращался, ну, все это неправда. В мэрии же считают, у собственника было достаточно времени, чтобы решить все вопросы с арендаторами и самостоятельно освободить мост от незаконных построек. Согласитесь, то, что мы имеем здесь хаотично построенные шашлычные, но это не совсем правильно для центральной части города. У нас есть решение арбитражного суда о сносе этих сооружений. Изначально, изначально, еще до того, как были судебные мероприятия, было предложено собственнику самому это снести, но в итоге этого не произошло. И в итоге сейчас у нас решение суда, и мы действуем чисто в рамках закона. Если Белый мост сейчас приведут в порядок, то судьба скандально известного здания на проспекте Мира до сих пор не решена. Речь идет о кафе «Кантри», которое активно критиковали жители города. По мнению многих красноярцев, это здание уродует облик Красноярска. Однако, если суд установит, что построено оно законно, сносить его не будут. Об этом в программе «После новостей» рассказал мэр Сергей Еремин. По его словам, просто взять и снести постройку нельзя. Участок, на котором стоит кафе, в собственности. Поэтому все нужно делать по закону. Но в мэрии готовы идти до конца, сказал Еремин. У нас сейчас процедура какая по этому зданию. Иск находится на рассмотрении суда. Суд назначил сейчас соответствующую экспертизу. Делают даже уже не красноярцы экспертизу. Совсем независимую экспертизу назначили. Поэтому после проведения экспертизы, все-таки суд должен принять соответствующее решение. Здесь обычным ограничением является нахождение земельного участка. Как там он попал и так далее в собственность, это уже другая история. Но объект находится в собственности и земельный участок. Поэтому мы здесь тоже не можем переходить грань закона. Если попроще, то если суд говорит, что здание построено законно, оно останется стоять на проспекте Мировая. Я правильно поняла? Да. Мы пройдем все инстанции. То есть вот здесь мы проходим на самом деле до конца. Девутаты горсовета согласились присоединить городу новые 25 гектаров земли. На части этой территории будет парк, который обещали Владимиру Путину краевые власти в июне в ходе прямой линии. Зеленая зона появится около проспекта Молодежный в Солнечном. Решение далось депутатам непросто. Земли сейчас принадлежат частной компании. 5 гектаров она передала городу безвозмездно, а остальную площадь необходимо будет выкупать за бюджетные деньги под строительство дорог, детского сада и школы. Мэр Сергей Еремин заявил, что на развитие города в любом случае деньги понадобятся, а свободной земли в Солнечном просто нет. Обещанный президенту парк, по данным мэрии, появится не раньше 2021 года, поскольку необходимо подготовить все необходимые документы, внести изменения в генеральный план города в том числе. На неделе стало известно о повышении взносов на капитальный ремонт. Плата с 1 января увеличится на 14,2%. Это выше, чем уровень инфляции. Даже коммунальные тарифы растут с меньшей скоростью. Взнос станет больше с 1 января. Вот такой подарок новому году. Жители города повышение восприняли в штыки. На счетах фонда капремонта сейчас около 10 миллиардов рублей, которые потратить фонд не в состоянии. И фактически эти деньги сейчас работают на банкиров. Виталий Поляков с подробностями. Вот здесь вот бежит. Когда вот дождь идет, подтеки прямо капают. А потом даже вот сюда по окнам. Здесь просто вымыли уже. Вот по окнам сюда. Сейчас дожди пойдут, будет вообще конец. Тут же все розетки, тут вся проводка старая. Что тут будет? Можно просто короткое замыкание получить на легке. Этих красноярцев объединяет общая беда – капитальный ремонт. Рабочие должны были заменить крышу, но шифер убрали и на этом дело встало. Программе капитального ремонта пять лет. И все эти годы приоритетным видом работ была именно замена кровли. Власти посчитали, поменять шифер задача несложная, но не тут-то было. Найти нормальных подрядчиков не удается. Ремонты затягиваются, жители недовольны. Пик абсурда. Дома начинают укрывать старыми рекламными плакатами, чтобы люди не замерзли зимой. Я сказала, ребята, хоть пожалуйста, если уже некогда делать или из-за чего-то не можете делать, закройте так, чтобы дождь не бежал. Этим голубым материалом закрывают. А сейчас я смотрю, думаю, странно, цветными какими-то закрыли. Ну так хоть лучше будет или нет? Вроде бы дождь идет, прошел, но как-то ничего нет. Не решив проблему ремонта крыш, фонд капитального ремонта взялся за фасады. К универсиаде в срочном порядке начали красить дома в центре. Раньше некачественные работы списывали на нерадивых подрядчиков. Но для новой задачи привлекли ту же самую компанию «Экспострой». Стоит ли говорить, что фонд провалил и ремонт фасадов? На Мира-106 и Дзержинского-5 жители до сих пор требуют переделать халтуру. У нас фасад ровненький был. Новая краска начала отваливаться сразу после универсиады. И неудивительно, красили при минус 20. Лепнину восстанавливать не стали, просто замазали краской. Заляпали окна и двери. Цвет по документам должен быть с розовым оттенком, но получился серым. Но это не помешало сотрудникам мэрии и фонда подписать акты приемки. Доделаем потом. Так порешали. Да только не учли, что подрядчик эти договоренности просто проигнорирует. У нас с той стороны фундамент нарушили при укладке плитки. И само качество внешнего ремонта, естественно, не устраивает. Гарантийное письмо нам компания предоставила, но никаких работ и обязательств по этому письму, соответственно, потом не проводилось. Кроме того, что мы видели этих ребят, которые приехали один раз, когда они ободрали вот эти вот все вспинившиеся места в марте месяце. Все после этого тишина. Теперь у фонда капремонта новые приоритеты. Замена лифтов и газового оборудования. Это официально главная причина повышения взноса с 1 января следующего года. Эти виды работ дорогостоящие. Действующего размера платы может не хватить. Решили в правительстве края и подняли взнос на 14,2%. После проблем с крышами и фасадами доверие к фонду подорвано. И немного страшно, не отвалится ли на этот раз ни краска, а лифт. Тем более, что за три года нужно заменить сразу 3,5 тысячи подъемников. Эксперты сомневаются, что фонд справится с новой задачей. Каждый месяц они должны менять 100 лифтов. А есть ли производственные мощности у заводов, чтобы эту потребность обеспечить? А есть ли в Красноярске рабочие руки, которые придут и на самом деле поставят? Потому что это же не ремонт крыши или фасада. Сюда людей из Средней Азии не загонишь. То есть это квалифицированные рабочие, это подрядные организации, это специалисты, которых ограниченное количество. За пять лет работы фонда размер взноса вырос на треть. Но все больше поток денег не избавляет от еще одной проблемы. Ежегодно фонд капитального ремонта не выполняет поставленные планы. И в этом году сделано меньше половины. До конца декабря нужно закончить работу более чем на тысячи многоэтажек. Фонди уверяют, будут стараться. Если сравнить, даже в прошлый период, третий квартал, 456 домов было, то на сегодня 950. Это уже в два раза больше. То есть мы, естественно, стремимся к тому, чтобы выполнить весь план. А главное, на счетах фонда капремонта уже скопилось больше 9 миллиардов рублей. Часть этой суммы в банках под 7% годовых. Это как раз та история, когда деньги есть, но потратить их чиновники не могут. Сейчас ежегодно фонд собирает около 3-4 миллиардов рублей. Еще примерно полмиллиарда капает в качестве процентов по вкладам. Банки дают больше, чем фонд рассчитывает получить после повышения взноса. Почему за счет вот этой накопленной прибыли вы не уменьшаете тариф? Я хотел бы отметить, что, во-первых, те денежные средства, о которых все говорят 9 миллиардов рублей, из них только полтора миллиарда рублей – это процентов. Остальные 7 миллиардов рублей – это те средства граждан, которые заплатили по минимальному размеру взноса на капитальный ремонт. Сейчас чиновники уверяют, что за ближайшие три года потратят все деньги, накопленные на капремонт. Останется только 300 миллионов на всякий пожарный. Если они справятся с этой задачей, то Красноярск существенно преобразится. С новыми лифтами, газовым хозяйством, утепленными фасадами и новыми крышами. Если обещание выполнено не будет, то никто особо не удивится. Виталий Поляков, Виталий Субботин. Воскресные новости ТВК. Вернуть смертную казнь за преступления против детей – так звучит требование все большей части населения. Но эксперты и правозащитники против. Выслушаем стороны после рекламы. А также число фигурантов московского дела продолжает расти спустя три месяца после акции протеста. Кого подозревают теперь? И почему некоторые протестующие вынуждены покинуть страну? ТВК. Это воскресные новости. Мы продолжаем. Недоверие россиян к системе правосудия растет. Об этом свидетельствует громкая история, которая на этой неделе произошла в Архангельске. Местные жители устроили самосуд над предполагаемым маньяком. Люди говорят, что поймали убийцу, который, по их мнению, на протяжении полутора месяцев приставал к прохожим на улице, грабил, душил женщину и детей. Граждане обращались в полицию, однако опорного пункта в поселке нет, что и стало последней каплей, уверяют жители. Мужчину заподозрили одного из местных, отловили его, затолкали в багажник автомобиля, отвезли на место экзекуции. И там, на улице, его привязали к фонарному столбу и начали по очереди наносить удары. Акт возмездия при этом сняли на видео и выложили в интернет. Избитый мужчина отверг все обвинения и заявил, что ни в чем не виноват. В местном следственном комитете говорят, что версия его причастности к преступлениям проверяется, пока подтверждений нет и его отпустили домой. А в отношении четырех нападавших возбудили дела по статье похищения человека, совершенного группой лиц с применением насилия. В России хотят вернуть смертную казнь, точнее добиться отмены моратория, так как с 1996 года высшая мера наказания в нашей стране запрещена. Дискуссия о возвращении смертной казни началась после жуткого убийства Лизы Киселевой в Саратове. Вернуть казнь для педофилов и детоубийц предлагают депутаты Госдумы. На сайте парламента разместили опрос и более чем из 118 тысяч респондентов, 80% опрошенных, высказали «да». Нужно ли вернуть смертную казнь в России? Все аргументы «за» и «против» выслушала на этой неделе Виктория Столярова. Алло, доча, привет. Домой еще не скоро? А то я в окно выглядываю, что-то не звонишь. На продленке осталось, да? Ну хорошо, тогда ладно. Пойдешь, позвонишь, я встречу, ладно? После обеденного дежурства у окна или на балконе для семьи Радибоженко уже традиция. Екатерина – мама троих детей. Две дочки уже ходят в школу. С утра девочек обязательно провожают на занятия. Школа находится через дорогу, путь не близкий. Более того, рассказывает Екатерина, вместе с другими родителями они даже организовали дежурство, чтобы ребятишек всегда кто-то встречал с уроков и провожал домой. Усилить меры предосторожности родители решили после череды репортажей об убийце из Саратова, который расправился над 9-летней Сони Киселевой, рассказывает Екатерина. И сейчас, когда все вокруг говорят, стоит ли вернуть смертную казнь, для себя многодетная мама уже нашла ответ на этот вопрос. Я за смертную казнь. Если вот это действительно он, это действительно насильник, это действительно педофил, то есть тут, да, я согласна, его нужно наказывать по всей строгости, жестокости, соответственно, его на музлоидеянию. Больше я не вижу смысла их содержать в этих тюрьмах. Наказывать таких надо, действительно, наказывать, чтобы они не сидели на, как получается, на налогоплательщиках, да, в тюрьмах, потом они выходят оттуда и снова продолжают свои вот эти вот зверские жестокие злодеяния. Просто после всех вот этих вот передать репортажей, ну, тут голова кругом заходит. Грубкая история в Саратове всколыхнула все российское сообщество. 9 октября 9-летняя Лиза Киселева пропала по дороге в школу. Девочку искали несколько тысяч человек, но нашли, к сожалению, лишь ее тело. Это случилось 11 октября. В тот же день задержали подозреваемого. Это Михаил Туватин, который ранее был судим и неоднократно. За серьезные преступления, в том числе изнасилование. Разгневанные саратовцы хотели совершить самосуд над Туватиным. Они окружили полицейскую машину, в которой, по их мнению, мог находиться мужчина и просили выдать им преступника. Смерть 9-летней девочки в Саратове вызвала не только небывалую консолидацию жителей города, но и ожесточенную дискуссию с заведением смертной казни для террористов и маньяков. Сейчас об этом уже говорят не только активисты, но и депутаты Госдумы. Они провели опрос и выяснили, что 80% респондентов выступают за возвращение смертной казни. В России этот вид уголовного наказания есть. Он по-прежнему прописан в Уголовном кодексе. Это 44-59-я статьи. Применение предполагается через расстрел. Но с 96-го года смертную казнь суды не назначают после присоединения страны к Совету Европы. Суд приходит к выводу, что он представляет исключительную опасность для общества и заслуживает наказание в виде смертной казни. Однако в соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года наказание в виде смертной казни при рассмотрении уголовных дел судами не может быть назначено. Поэтому с учетом положения статьи 57-го УК Российской Федерации суд считает необходимым назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Дело инженера Виктора Борзова, осужденного за зверское убийство врача-гинеколога Натальи Семенова и ее 4-летнего сына, стало первым в Красноярске, который рассматривал суд присяжных. И первым за всю судебную историю нашего города, когда прокурор потребовал для убийцы смертной казни. Приговор выносила Татьяна Меркушева, вердикт – пожизненное заключение. За 34 года работы судья Меркушева вынесет не одно такое решение. Сейчас Татьяна Федоровна на пенсии или, как принято говорить, в отставке. И, пожалуй, впервые может выразить личное мнение. Заслуженный юрист уверен, что смертная казнь для преступника – это слишком просто. Да и вообще, как правило, даже самый жестоко настроенный присяжный в ходе рассмотрения дела меняет точку зрения. Дела этой категории подсудны только суду присяжных. И все-таки я, много раз рассматривая дела с участием присяжных, я пришла к мнению, что наш народ очень хороший, очень добрый. И вот даже наблюдая за ними, в начале процесса, когда докладываешь дело, когда они видят перед тобой, допустим, жестокого убийца, видно у них желание его строго наказать. Потом проходит время, дело длится не один день, да? Возникают какие-то нюансы, выясняются, что его надломило. И тогда, когда ставишь перед ними вопрос при вынесении вердикта, заслуживает ли лицо снисхождения, вот чаще всего на этот вопрос отвечают, да, заслужили. В вопросах смертной казни однозначны и юристы, а не против. Во-первых, это наказание не соответствует цивилизованным нормам 21 века. А во-вторых, мировая судебная практика показала, смертная казнь не снижает уровень преступности. Мы живем в правовом государстве, мы говорим о правовом государстве, о цивилизованном государстве. Поэтому в правовом государстве иметь официальную должность палача, представляете, должность президента и должность палача Российской Федерации, это ненормально. Ну и потом, вы знаете, есть научные исследования, которые свидетельствуют о том, что применение смертной казни ни в коем случае не снижает уровень преступности. Те же, кто за возвращение смертной казни считают, нельзя содержать педофилов на деньги налогоплательщиков. Содержание в колонии одного преступника обходится в год примерно в 60 тысяч рублей. Согласно официальным данным ФСИН, на 1 сентября этого года в колониях для осужденных к пожизненному сроку содержится 2000 заключенных. То есть сейчас в семи зонах так называемого особого режима насчитывается более 2000 потенциальных смертников. С возвращением смертной казни их стало бы еще больше, уверен Алексей Бабий. Руководитель Красноярского отделения общества «Мемориал» объясняет, Российская судебная и правоохранительная система так устроена, что под расстрел могут попасть невиновные. В условиях, когда у нас нет независимого суда, есть риск любому попасть под эту машину. Но достаточно вспомнить, когда еще Чикатило ловили, расстреляли ли там энное количество народу за эти якобы и несовершенные преступления, то выяснилось, что это все дело рук Чикатило. В России приговоры к смертной казни не приводятся в исполнение с августа 1996 года, а с 1999 действуют моратории. С 2009 года всем российским судам запрещено выносить соответствующие приговоры. Единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, где смертные приговоры приводятся в исполнение, осталась Беларусь. В этом году там вынесено два смертных приговора. Виктория Столярова, Наталья Кечина, Николай Чистяков и Евгений Иванов. Воскресные новости. Журналисты новостей ТВК на этой неделе вышли на улицы Красноярска и спросили у горожан, нужно ли вернуть смертную казнь и доверяете ли вы правоохранительной и судебной системе. Вот какие ответы мы получили. Нужно ли в России смертную казнь вести? Обязательно. В каких случаях? Ну как в каких? Убийство. Изнасилование детей. И очень много безнаказанных преступлений. Так может быть, хоть какой-то будет страх у людей перед чем-то. А исходя из этого, доверяете ли вы правоохранительной и судебной системе? Не совсем. Не всегда. Почему? Ну как почему? Много случаев, где они не правы. По вашему мнению, нужно ли смертную казнь в России вводить? Ну в отдельных случаях надо. В каких расскажите? Ну вот как, например, убийство детей. Это уже не человек. Это сверхживотное, можно сказать. Вы нашей судебной системе доверяете? Давно уже не доверяю. Конечно, иногда в СИШ-тах хочется преступникам пожелать такого, особенно кто... Да, вообще убивают за убийство. Конечно, детей, стариков беззащитных, да. Это все, но все равно понимаешь, что, не знаю, все, наверное, в руках Бога, правосудие. Поэтому, не знаю. А вы доверяете правоохранительной и судебной системе? Нет. Почему? Ну, практика показывает, что зачастую правосудие несправедливо. В смысле, его нет, этого правосудия. И мы часто наблюдаем, когда за украденный мешок картошки человек пять лет сидит, за сбитого человека, да, особенно вот дети наших в селе прийти, да, они условно получают два года. Нужно ли в России вести смертную казнь? Думаю, да. Не знаю, мне кажется, очень многое выходит потом досрочно, и смысла в этом нет. Считаю, что самая лучшая казнь – это та, которая происходит внутри человека. То есть, духовные переживания гораздо сложнее перенести, нежели телесные. Очень просто лишить человека жизни гораздо сложнее ему справляться с этими проблемами, которые возникают у него. Я считаю, что мы живем в каком-то гуманном государстве. Все-таки, чего бы ни совершили, может быть, как наказание другое должно быть, да, более, ну, лишение свободы, да, чтобы люди знали, как. Ну, смертная казнь – это очень жестоко. Я считаю, это глупая идея, потому что много сажают по незаконному спросу, как сказать. И если будет смертная казнь, много будет убитых людей. Просто так, невинно, да. Стоит ли возвращать смертную казнь в России? Особенно стоит ли возвращать при таком отношении к правосудию? Об этом речь пойдет в новой программе на ТВК «Воскресный разговор» сразу после выпуска «Воскресных новостей». Выслушаем аргументы «За» и аргументы «Против». И попробуем разобраться, почему по статистике большинство россиян выступает за смертную казнь. Обсудим, как высшую меру наказания применяют в разных странах. Так что не переключайтесь. Тем временем список фигурантов московского дела пополнили новые фамилии. Следственный комитет выявил еще шестерых человек, которые, по версии следствия, применили насилие в отношении росгвардейцев во время акции протеста 27 июля в Москве. Следователи задержали пятерых из них. Это Егор Лесных, Максим Мартинцов, Владимир Кемельянов, Андрей Баршай и Александр Мыльников. Еще одному подозреваемому удалось скрыться. Также Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой, по версии следствия, запечатлены нападения на сотрудников правопорядка. Вот эти кадры. На видеозаписи видно, как люди в панике бегают, росгвардейцы бьют их дубинками, а те, в свою очередь, пытаются помогать друг другу подняться с брусчатки. По версии следствия, Лесных и Мартинцов в ходе митинга 27 июля напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Лесных, по данным следкома, ударил росгвардейца ногой. Баршай, по версии следствия, толкнул росгвардейца с разбега в спину. Емельянов силой удерживал росгвардейца, цитата, «препятствуя выполнению служебных обязанностей». Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая доставили в Басманный суд Москвы. Всем им предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителей власти. Суд оставил под стражей их на два месяца. Еще один обвиняемый, Александр Мыльников, помещен под домашний арест. Напомню, в ходе митингов 27 июля в Москве задержали 1373 человека. Семь человек осуждены, еще шестеро под следствием. Политологи называют фигурантов московского дела политическими заключенными. Еще один фигурант московского дела, Айдар Губайдулин, покинул Россию. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Губайдулин написал, что это решение далось ему нелегко, но события последних дней не оставили выбора. Позже адвокат Губайдулина Максим Пашков рассказал, что его подзащитные не верили в справедливый суд в его отношении. Напомню, Губайдулина обвиняли в том, что на акции протеста в Москве он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского. Он находился в СИЗО с 9 августа. Через месяц подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. А 15 октября стало известно, что Губайдулину предъявлено обвинение в новой редакции по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Пока не понятно. Но прямо сейчас женский взгляд Юлии Сорокиной. Сегодня про контент, на который даже президент Владимир Путин внимание обратил. Смотрим. Добрый вечер. Ну, наконец-то это случилось. В принципе, это закономерный итог, на мой женский взгляд. По федеральным каналам у нас уже давно и частенько местами жесткое порно показывают. И вот теперь, наконец-то, в городе Новомичуринске, Рязанской области, телеканал НТВ «Средь Белодня» показывал самый настоящий порнофильм вместо программы «Место встречи с Андреем Норкиным». Это шедевр! Не, ну правда, говорят, прям хорошее такое порно-производство одной из канадских порно-студий. Как рассказал один из местных жителей, ему днем на работу позвонила его бабушка, которая, я так понимаю, хотела посмотреть «Место встречи с Андреем Норкиным» и удивилась тому, что Андрея Норкина теперь еще и без одежды показывают. Ох, батюшки! Местный житель, вероятно, распереживавшись за самочувствие бабушки, тут же приехал к ней домой и, цитирую, «У меня бабушка обалдела от увиденного. Да, она не ошиблась. Жестче фильмов я не видел», приводит слова молодого человека «Комсомольская правда». Вот видите, какой прекрасный теперь опыт молодого человека. Он увидел то, что никогда не видел, а вы говорите от телека «Польза сомнительная». Да и вообще недовольных не нашлось. Главный редактор НТВ Александра Кошарницкая прокомментировала инцидент следующим образом. «Мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области». Да, жаль, что только в Рязанской области. И, кстати, видимо, не все телезрители сразу заметили разницу. А, и да, почему это случилось? Сотрудник компании кабельного оператора неверно подключил кабели, в результате чего в эфир пошел сигнал не с того спутника. Много технических заморочек. У нас же переход на цифровое телевидение теперь. И, видимо, некоторые телезрители подумали, что ну вот он, этот самый переход есть. Ну а что вы хотели? Рассказывать, что в Америке, когда у них был переход на цифровое телевидение, а у нас еще не знали этого слова, этот самый переход добавил Бараку Абами много-много седых волос. Тем временем президент России Владимир Путин поручил правительству создать центр, который будет производить и публиковать в интернете контент, нацеленный на духовно-нравственное воспитание молодежи. Согласна, духовно-нравственное воспитание – дело хорошее, но тут важно, чтобы никто никакие кабели не перепутал. Ответственным по этому вопросу, по воспитанию, не по кабелям, назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Ну что ж, раз сам Дмитрий Медведев, тогда я спокойно за контент. И за духовно-нравственное воспитание тоже. Да и по поводу контента нам давно пора слабиться. Наши власть, придержащие за контентом, следят так, что ого-го, мышь не проползет. Мой любимый депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин сообщил нам в своем аккаунте на Фейсбук. В беседе с корреспондентом политика сегодня назвал глупостью сведения Би-Би-Си о том, что борщ является орудием российской военной пропаганды. Я дальше цитировать не буду, там про борщ еще много было, как сказал мой любимый блогер Вадим Востров. Важными вещами человек занимается. Давайте не будем ему мешать. Вот Вострову все смешно, а человек и правда делом занят. Я тут совершенно поверхностно проанализировала аккаунт депутата Швыткина на Фейсбуке и выяснила, что только за один день, 15 октября, депутат Швыткин. Получил ответ из посольства Российской Федерации в Республике Кипр за подписью посла СВ Осадчева по ситуации с нападением трех гражданок Кипра на россиянку. В беседе с корреспондентом Дума ТВ отметил, что Соединенные Штаты и на словах на деле только создавали видимость борьбы с терроризмом. В эфире Радио Спутник прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о введении санкций против Турции в связи с операцией в Сирии. Продолжил держать на контроле ситуацию с историей на Кипре. Прокомментировал про борщ, но это мы с вами уже знаем. В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Турция в рамках антитеррористической операции «Источник мира» решает вопросы о создании зоны безопасности в Сирии. Ну, а чем заняты вы? Как сказал мой любимый журналист Артур Матвеев, так, по-моему, ничего не изменилось. Все годы еще в Красноярске, что я помню, основной работой депутатов было заниматься лоббизмом, комментировать всякую ерунду и делать по выбору умное или строгое лицо в конкретно обозначенных ситуациях. Ой, зависть это все, Юрий Николаевич, зависть. Не обращайте внимания. Главное – это контакт. Ну и чтобы кабель. Никто не перепутал. На этом все. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин